Дальние прудищи В момент нашего приезда арендодатель отвечал на вопросы сотрудника полиции. На наш вопрос о причинах своего поведения он отвечать отказался. Кстати, такие теплые отношения в переносном смысле, конечно, у этого человека складываются и с соседями. Причем так было не всегда. Всегда помогали, как человек, не относились. Ну, сейчас смотрю, что-то. Даже не знаю, обвиняли, как бы я их не отключал или воду не накрыл. Что же касается приюта, на территорию нам удалось попасть. По словам сотрудника полиции Елена Кудешова, имеет на это полное право документы на аренду в порядке. И тут же увидели следы пребывания хозяина владений. На первый взгляд, можно подумать, что на территорию приюта пытались попасть грабители. Но на самом деле это дело рук самого хозяина. Света и воды в помещении, где находятся более сотни животных, нет. Но сотрудники приюта как могут поддерживают порядок. Кошки и собаки сыты и, кстати, принимают посетителей. Вот к молодой дворняге по кличке Халва приехали супруги Смирновы. Когда-то несколько щенков подкинули к их дачному участку. Одни уже пристроены. Пятимесячная Халва пока ждет своих хозяев. Стараемся пристроить по очереди хотя бы. Просто были щенки двухмесячные. Да, вот такая у нас красота. Вот такая вот. А себе взять? Нет. Или у вас есть? У нас есть. Мы тоже взяли из приюта собаку. У приюта много друзей. Ведь существует он исключительно на личные средства Елены Кудешовой и ее мамы и пожертвования. В трудную минуту хозяев кошкиного дома приехала поддержать Юлия Русакова, которая тоже взяла двух кошек в этом приюте. Для решения любых вопросов я считаю, что есть цивилизованные методы. И самое простое – это сесть поговорить, рассказать, что не устраивает, либо обозначить свои требования. А вот таким образом пугать животных и пугать людей – это просто… При этом человек себя называет, ну, не знаю, психоаналитиком. Наверное, ему тоже пора полечиться. Адекватен или нет арендодатель, могут сказать только медики. Но к разбирательству в этой ситуации подключились еще и администрация Молоковского сельского поселения, а также общественный деятель Илона Броневицкая. Мы тоже будем следить за развитием событий. Когда монтировался этот сюжет, стало известно, что хозяин владений вновь сделал попытку прогнать со своей территории Елену Кудешову и ее животных, распылив в помещении газовый баллончик и открыв все двери. В результате сегодня весь день сотрудники приюта ловили по округе разбежавшихся животных.